ОЧАКОВ ТВ ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Чё испугаюсь? Я хороший. Ну вы уверены? Ну абсолютно. Это жена говорит, что я плохой. А на самом деле я же знаю, хороший. Это ваши фотографии? Это мои фотографии. Это лещ у вас в руке? Под лещик. Внук поймал. Первую рыбку внук поймал. А что за водоем? Опь. А, да, на обе много леща я знаю. Я знаю. Прикольно. Не то слово. Это чё, вы на море говорите? Прикольно это на море? Нет, нет. Это такой сленг. А вы в каком городе живёте? Понял. Томск. Ну так от Томска до оби-то там немало. Как вы на обе-то попадаете? Ну так. Проезжаю 50 километров и попадаю на обе. А что? На свою дачу. У меня дача прямо на обе. А Томска до оби 50 километров? Такие дела. Что-то я считал, что там всё-таки побольше. Ну, мне, наверное, виднее. Не, ну вам виднее. Просто россияне часто врут, понимаете? Часто, часто, часто. В украинстве никогда. Нет, нет, врут, конечно, но россияне просто, ну, надо, не надо без этого самого, знаете, как врут без всякого смысла, там, понимаете? Ну, просто, просто врут, такое ощущение, чтобы врать. Понимаете, как бывает? Наш, наоборот, как-то почувствует впечатление, что украинец как раз врет, лучше не думая. Ну, попадаются такие, наверное, просто. Ну да, ну да, ну да, слушайте. Это вы куда? В район Кожевника куда-то или в район Мельникова ездили? Нет, в район Старой Шигарки, Мельникова. Мельникова Старая Шигарка. Старая Шигарка есть, вот, полтора километра ниже от моста, по воде. Есть Старая Шигарка. Вот там у меня дача, прямо на берегу. О, прикольно. Прикольно. Слушайте, а вот вы, ну, следите за событиями военными, то, что вот война сейчас... Ваша страна... Ну, от случая к случаю, от случая к случаю, так будем говорить. Потому что я пенсионер, но работаю. То есть на пенсию жить не хочется, я работаю. А сколько у вас пенсия? А дальше живу на даче, это, значит, картошка, ягода, то, пятое, десятое, помидоры. А сколько пенсии у вас, какая у вас пенсия? Пенсия у меня, значит, как сказать, мне пенсию не добавляют уже четыре года. И моя пенсия, вот она, я получаю ее, потому что вы обвиняете все русских во вранье. Я получаю ее на почте. Так вот видно, нет? Ну, 14 тысяч, да? Сколько? 14 тысяч, да? Не понял. Сколько тысяч пенсия? Ну, я показал вам, мало этого. Где, где, я не вижу. Я же вам показал. А, 19 тысяч? Скажите, что не видите, я по-другому поставлю. Так скажите, назовите цифру, чего вы, 19 тысяч, правильно? Ну, давайте я тебе ее показываю, блядь. Тут много разных цифр в разных колодках, где? Поэтому я и говорю, скажите мне, как вам поставить, чтобы вы увидели, я вам поставлю. А, все, все, я вижу, 19 тысяч, все, все. Мне 4,5 года не добавляют пенсию, потому что я работающий пенсионер. Ну, я понял. А должен я получать, если после сбора работать, будет у меня 24. Ого, ничего себе. Это как хорошая зарплата, слушайте. Нет, это средняя пенсия по России. Это средняя пенсия по России. У моей жены пенсии... Какая, какая, какая средняя пенсия по России? 24 тысячи? По России, да, где-то так, 20... 24. А почему вы думаете, что средняя пенсия... Если вы выйдете в интернет, вам скажут, что средняя пенсия 19 тысяч. Но это до добавок. Последние добавки были очень большие. В феврале и мае. То есть за прошлый год будет пенсия средняя у вас, если вы выйдете в Google, 19-20. Сейчас я поставлю. Средняя пенсия... Да будьте добры, будьте добры. Интересно, вы знаете. Потому что что-то вы многовато говорите, конечно. Ну, поэтому вы считаете нас врунами. Ну да, да, потому что вы врете постоянно, конечно. Здесь для того, чтобы взять и проверить. Конечно, конечно. Сейчас посмотрим. Вот, по регионам есть. На 2022 год, на 1 января. То есть вот сейчас самые последние. По регионам есть. Адыгея 14 тысяч 700. Паренек, вы не там смотрите? Алтай, Алтай. 14 тысяч 700. Паренек, вы не там смотрите? А где смотреть надо примерно? Дальше, проворачивайте дальше. Сейчас, сейчас. Вы увидите. Нет, так вы сказали, средняя по России 24. А я вам говорю, средняя в регионах 17, я пока что прочитал. А вот, смотрите, 14, 15. Я вам еще раз говорю. 17, Дагестан 12. Забайкальский край 15. Какой год-то? Калининградская область 16. Год-то какой? 2022, 1 января. Костромская область 16, Краснодарский край 15, Крым 14. Где вы увидели средняя пенсия 24? Что за бред? Читайте. Новосибирская область 16. Читай, читайте. Или вы думаете, что я это написал? Так это увеличится. Когда? Когда увеличится? Я вам говорю, что она сейчас, а не что она когда-то может быть увеличится. А я вам говорю, что это 25. Вот это 21 года. Вот это 25. Да. Так она не увеличилась. Потому что я вам даю сейчас на 1 января 22 года данные. То, что вам написано обещание, что она увеличится, так вот она не увеличилась. Так это регионы. А у нас же есть добавление регионное. Да. Кемеровская область 16. Читайте, вот читайте, вот читайте, будьте забыли. По данным Минтруда, средний размер пенсии в 22 году в начале года составлял 18 900. Вижу, вижу, 18 900. Плюс добавка в 9 процентов в феврале. Плюс добавка в 25 процентов в мае. А во-вторых, у вас, я говорю, Новосибирская область 16 тысяч, вот средняя пенсия. Я вам показал, я вам показал. Но это же ваша российская, это ваша российская статистика, как вы не понимаете, что она врет так же, как и вы все россияне. Вы этого не понимаете? А вы читаете какую статистику? Угростата, что ли? Вы вот про Адыгеи все читаете Угростат, что ли? Нет, нет, нет. Вы же российскую читаете? Да, 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 вашу российскую читаю. А ГОВОКОЕ тогда? ГОВОКОЕ. А почему тогда утверждать, что это правда, читая российскую информацию? А у вас данные чего? У вас данные какие? По данным Минтруда. Вот, Минтруда. Ваши государственные структуры врут. А то, что я читаю, это не является государственной структурой, но это тоже является российской. Вот и все. А они намного более четко дают информацию. Поэтому, поэтому верьте хоть тому, хоть этому. Хорошо, хорошо. Я вам показал. Не кричите, пожалуйста. Я понял, у вас охрененная пенсия. Давайте, я тебе документ показал. Да, да, нет, я вижу 19 тысяч. Мало этого. Нет, я вам верю, что у вас 19 тысяч. Куда ты, блин? Только с ним хотел поговорить. Какая у него огромная пенсия, 19 тысяч. Что он вынужден работать, блин. Потому что этой пенсии, естественно, ни на что не хватает. Ни на что. Хотя живет он, конечно, в регионе не самым, мягко говоря, процветающим. Ну, с другой стороны, это Сибирь. Там и цены дурные у них. Не захотел он поговорить. По душам. Ну, ладно. Сибирь. Сибирь. Субтитры подогнал «Симон»